Оксана Анищенко уже у нас в студии, а это значит, что мы с вами узнаем, что такое овершеринг, наконец-то. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну давайте начнем с понятия базового, что это такое? Это понятие означает, что человек чрезмерно открыт, он делится личной информацией, зачастую он пренебрегает перед темой приватности, да. То есть он, это либо тет-а-тет, либо в соцсети где-то очень много рассказывает о себе, даже зачастую лишнего, да, личного очень такого. Его не спрашивают, а он все равно, да, рассказывает, рассказывает, рассказывает. Да, 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 и с появлением в соцсети эта проблема стала еще более острой, потому что когда мы тет-а-тет, это одно дело, да, даже если я еще перед группой рассказываю, другое дело, когда адресат обезличен, а там зачастую тысячи и миллионы людей смотрят. Да, да, и если я вот здесь рассказываю, я вижу реакцию вашу и могу как-то, ну, что-то изменить, да, в своем поведении, то там я рассказываю, я не вижу, как собеседник, какой статус собеседника. И поэтому я просто вещаю без обратной связи, вот насколько мне позволяет моя душа и мои потребности. А разве это плохо? Ну ты вроде как искренний человек, все, что на духу ты говоришь, ничего не скрывает. Ну вот хороший вопрос, на вас и будем экспериментировать, значит. Попалась. Я попрошу вас... Сидел, помалкивал, знал. Да, добра не заметила. Разве это хороший ведущий. Помалкиваем. Словно ли вы к виршейлингу. Я попрошу вас на доске нарисовать себя. Да. Нарисовать? Да, да, да. Да, но единственный нюанс, у нас нет маркера, придется нарисовать как-нибудь из подручных средств. Так. Сплясать себя, значит, да? Так, давай. Охраняй. Хорошо. Никого сюда не садить. Так, мне прям нарисовать себя? Да, себя. Будет черный маркер. Так, молодец. Из двух цветов ты выбрала черный. Это сейчас уже Оксана скажет. Да, да, да. Ну ты очень плохо. Мы все налисим. Валерия, у вас проблемы? Я буду такой смешной. Будем говорить, Лерочка. Вот так будем говорить. Волосы есть? Ну есть какие-то половые признаки, да. Хотя не факт. Это да. Я ногти нарисую сейчас. Это что? Это ногти. Это лапки. Это каблуки у меня. Одежда будет? Какая-то еще. Хотите? Может быть, у меня уже овершеринг, так сказать. Нет, у меня оверсайз. Такая вот шутка небольшая. Так. Небольшая. Все. Модный принт такой будет сейчас. Отлично. Я считаю, что Лера справилась. Брови, брови, пожалуйста, и ресницы. Добавьте еще. Пора в стилисты, Лере. Мы оставим этот рисунок на носке. Легендарный, да? И будем любоваться теперь каждое утро. Очевидно, что у нас Валерия не хочет вдыхать, да, и слышать никого. Ну да ладно. Сейчас вы так просите. Все. Хорошо. Почему нарисовали этот рисунок? Можете присаживаться? Все? Эксперимент окончен. Будем любоваться и анализировать. И обсуждать, как у меня все плохо. Почему нарисовали себя именно так? Ну, не знаю. Мои способности только вот так проявляют себя. Мы сюда включались, да, и корректировали, походу. Это, кстати, вот как раз вот то, что есть. Проявление оверширинга? Нет, это вот как раз обратная связь аудитории дает возможность человеку корректироваться. Мы не знаем, какой бы нарисовал рисунок Лера, если бы не было комментария нарисовать одежду, например, да? Может быть, она бы нарисовала всем другим его. Но давайте представим, что она все-таки нарисовала обнаженного человечка со всеми половыми признаками. Чем бы это говорило бы, как вы думаете? Вот здесь перед аудиторией, вот на зрители смотрят, вот мы. Ну, ты как будто бы голый. Да, как будто бы голый. Чрезмерно, наверное. Слишком открытый. Да, слишком открытый, да. И в каком случае вы бы могли бы нарисовать вот здесь обнаженного человека? Что бы такого внутри вашей личности было бы? Если бы вы все-таки позволили себе это сделать. Держесть? Может быть, дерзость, да. Может быть, смелость мы говорим, да. Еще что-то такое. Может быть, даже какая-то наивность? Какое-то детское поведение, да, про инфантильность мы сейчас говорим. И такое может быть. Может быть, недостаточно навыки художественные. Не смогла. Не сообразить. Мы говорим, наверное, про зрелость, да. То есть, тут недостаточно зрелости какой-то может быть. Может быть, желание привлечь внимание, да. Тогда я сделаю это откровенным. Все зависит от того, какие у меня сейчас потребности. Может быть, мне вообще... Вообще, я понимаю, что здесь как бы неуместно это делать, но мне настолько плевать, какая будет реакция аудитории. Мне главное сейчас привлечь эту аудиторию. Тогда мы говорим не про отсутствие зрелости, а про то, что у меня есть потребность обратить на себя внимание. Я это сделаю через вот такой откровенный жест. То есть, если мы говорим про овершединг, то... Не нравится, я доработаю. Вы рассказывайте, рассказывайте. Если мы говорим про овершединг, то мы говорим про все те признаки, которые мы сейчас проговорили, когда говорим про такую чрезмерную открытость, такую чрезмерную обнаженность, я бы сказала, когда мы себя транслируем перед аудиторией. Это либо у меня не хватает зрелости, либо я нахожусь в каком-то пространстве, где я не понимаю правил. То есть, мне непонятно, насколько откровенным здесь можно быть. Я не понимаю границ, не совсем понимаю, где вот эта граница дозволенности. Либо я нарцисс, и для меня здесь важно добиться цели, привлечь внимание аудитории. И тогда я буду вести себя откровенно, пренебрегая своим смущением, стыдом и реакцией тех, кто на меня смотрит, для того, чтобы достичь своей цели. А как понять другим людям, есть ли способ какой-то задать себе какие-то вопросы? Как понять, не овершерю ли я? Ну, то есть, где вот эта действительно грань проходит? Здесь, во-первых, нужно посмотреть, в каком пространстве мы находимся. И если мы говорим про соцсети, да, где мы явно... Это пространство, да, такое открытое на такую многомиллионную аудиторию, то здесь нужно смотреть, о чем мой профиль. То есть, чем я занимаюсь? Это личные страницы, где я могу, ну, что транслировать о себе. Это профессиональные страницы, где уже есть какие-то границы, которые я должен соблюдать, потому что есть определенная аудитория, которая на меня подписана. Мне кажется, очень многие звезды, да, этим страдают, потому что делятся очень большими подробностями, например, про свою семью, или там какой-то скандальный развод, все там. Ты знаешь, все самые топовые подробности, мне кажется, даже желтая пресса вот именно в погоне за какими-то вот этими тонкостями, да, охотится. Да, вы говорите как раз про публичных людей, которые, в принципе, они либо нарциссической личности, либо там истероиды, демонстративный тип личности. То есть для них присуща такая чрезмерная открытость, потому что для них самое важное это как раз привлечь к себе внимание, и здесь как бы мне уже все равно, каким образом я это буду делать. Ну и получается, что овершеринг – это история про то, что человек всегда транслирует про себя, да, ключевое, здесь он сам рассказывает, то есть ему не интересен собеседник, если это тет-а-тет, опять же, разговор, то весь разговор, то есть вся ваша встреча может пройти в формате, когда вы слушаете одного человека и все о нем. Как и его жизнь проходит. Да, да, вот мы сейчас называли типичные признаки овершеринга – это у меня есть желание говорить о себе, много говорить о себе, у меня нет потребности и вообще желания слушать о другом человеке. Действительно, беседа, она проходит в контенте вот только я здесь, в этом пространстве, и нетерпим к тому, что ты себя пытаешься здесь включить. Такому человеку вопросы не нужны, он сам все будет транслировать и рассказывать, потому что ему… он испытывает этого удовольствия, правильно? То есть ему это для него норма, это ему нравится. Либо удовольствие, да, когда мы говорим о себе, мы можем получить… Либо у меня есть какая-то повышенная тревожность, мне сейчас нужно говорить для того, чтобы получать какую-то обратную связь, поделиться, да, такое в соцсетях тоже есть, когда со мной что-то случилось, я всей аудитории рассказал, получил обратную связь и вроде как будто бы даже успокоился, потому что кто-то поддержал, кто-то подсказал и так далее, да. Но это, тем не менее, тоже про овершеринг. То есть когда вы чего-то транслируете о себе, здесь важно, конечно, в первую очередь себя спросить, для чего я это делаю, да, что скрывается за вот этой моей трансляцией. Тревога, какая-то потребность. И второй вопрос – это а как будет аудитория реагировать на уместное это или неуместное, и вот не повлияет ли это как-то на мою жизнь, потому что чрезмерная открытость – это и обратная связь аудитории, которая может влиять в том числе и на мою жизнь. Спасибо вам огромное. Я считаю, что наш разговор сейчас был очень даже уместным. Да, он был очень уместным, что я решила даже доработать свой рисунок, мне показалось, что он слишком овершеринг, и чтобы этого не допустить, пришлось встать и переделать. Спасибо вам огромное. У нас произошла психокоррекция небольшая. О, не зря вы приходите, видите, мы становимся лучше. Мы трансформируемся вместе с вами. Надеемся, то же самое проходит и у вас, и с помощью нас, программы «Новое утро на 2К», вы узнаете очень много новых полезных слов и явлений. «Новое утро на 2К»